Слава Богу! Приветствую, друзья! Сегодня начинаю трансляцию утренней молитвы. Сегодня 6 марта у нас. 2018 год. Трансляцию буду делать на YouTube. На своем канале YouTube. Через буквально 8 минут. Меньше даже. Да. Слава Богу. Так что всем доброе утро. Благословение Господне. Ну вот. И сегодня будильник поставил на на 5 утра. Значит и а там мелодия у меня оказывается поставлена. Я еще во Львове поставил и забыл. Сергея Бабкина. Дэ бы я. Называется песня. Дэ бы я, дэ бы я, дэ бы я, дэ бы я не був. Все про тебе нагаду ем. А дальше. Все. Мо в базу. Дэ бы я дэш, а подивишься на мене скресь свит. Дэ бы я. Потрясающая песня вообще. О любви. Я вот хочу карасидом начать сегодня трансляцию. Это как, знаете, вот песни песней. Спасибо, Господи. Спасибо. За доброе утро. За эту трансляцию. Боже, благослови эту трансляцию сейчас. Во имя Иисуса Христа. Боже, благослови всех братьев, сестер, просыпающихся сейчас. Вот. Кто подключается сейчас. Просыпается, подключается, ожидает уже. Вот. Эта трансляция. Спасибо, Боже, всемогущий. Вот с этих последних пять минут сейчас хочу тоже. Просто комедию я уже приготовил. Совершил. Приготовление к причастию к Евхаристии. Это трогательный момент. Такой очень трогательный момент. Вот. Такое уединение с Богом. Так, телефон выключен. Надеюсь, это можно звонить. Хотя надо наоборот включить. Да. Потом выключите. Потому что смс-сообщение приходит. Вот. Напоминаю, что номер... О, кстати, вот. Напоминаю сразу перед эфиром. Вот. Что не только молитвенно, но и финансово можете участвовать в моем служении. Если в Украине вы, то пополняйте номер вот этот Киевстар. 096 96 2 66 75. Еще раз повторяю, номер Киевстар. Который вы можете пополнять с любой точки Украины. И тем самым финансово участвовать в моем служении. Моим господом. О, уже кто-то пришел. Уже сообщение. О, пополнил на рахунок как раз. Кто-то ночью пополнил на рахунок на 50 гривен. Вот. Вот так вот. Напоминаю номер. 096 96 2 66 75. Еще раз. 096 96 2 66 75. Так. А если вы в России, то тогда... Вот. Сейчас я подключу российский. Номер МТС. Номер МТС. Можете пополнять тоже. И финансово так вот участвовать в моих этих поездковослужениях. Значит. Номер МТС. Код 915. Вот. И номер сам. 780 48 74. Еще раз повторяю. 915 780 48 74. Да. Что-то не ловит сеть здесь у меня МТС. Российский номер у меня то здесь ловит, то не ловит. В Украине. А, вот. Определился. Вот. Хорошо. Пусть Бог благостовит вас всех. Во имя Господа Иисуса Христа. Остается вот уже меньше 4 минут уже. Вот. До трансляции. Бывает пишут тоже. Если пишите, то пишите так вот. Как телеграммы такие. О ком молиться. За что молиться. Ту-дун-ту-дун-ту-дун. И вот. И дальше уже. Вот. Так. 100 рублей. Российских рублей. 100 рублей. Она пополнена. Это МТС. МТС уже. Так вот. Вот так вот. Слава Богу. Вот. Братья откликаются. Вот. Пусть Бог благоставит вашу и финансовую жизнь. Вот. И что немаловажно. Что очень даже важно. Вот. И пусть Бог благоставит служение. Молитесь тоже. Даже если финансово не можете принять участие. Вот. Вот. Хотя. Вот так вот даже. Вот. Понемногу. Это уже вклад уже. Это немаловажно. Вот. И где сокровища ваши там уже. И сердце ваше уже. Да. Значит. И сердце ваше будет уже с моим служением тоже. Уже это. Это точно. Вот. Еще сообщение. Сейчас. Здесь телефон заедает еще. Так. Клиентам предложение. А. Это уже Асбербанк. Предложение. Это они уже рекламу свою шлют. Тут же. Понятно. Хорошо. Все. Подключаюсь. Братья и сестры. К этой молитве сейчас. И наверное начнем с этой песни. Потому что я с утра прослушал ее. Вот на этом. На будильнике. Потом еще раз повторил. Ой. Мне так она понравилась. Ой. Я прям очень Богу благодарен. Конечно. Ой. Спасибо Богу за Сергея Бабкина. За всех братьев, сестер. За всех кто. За всех творческих людей. Кто вот. Так вот творит. Классно. Здесь как и о любви. С одной стороны. О любви. Мужчины и женщины. Ну и конечно как в песне песней о любви. Человека и Бога. Бога и человека. Это потрясающая история любви. В книге всех книг. Я говорю. Есть песня всех песней. В которой есть стих всех стихов. Ой. Спасибо Господи. Спасибо Боже. Благослови. В эту последнюю минуту. Сейчас. Перед эфиром. Благослови всех нас. Во имя Иисуса Христа. И те кто потом будет в записи. Все смотреть. Это здесь вот записано. Во имя Иисуса Христа. Благослови Господь. Слава Тебе Боже наш. Слава Тебе. Аминь. Так. Наверное запускаю уже. Сейчас уже эфир. Остается минута. Но я уже запускаю. Уже отчет. Уже наверное. Да. Начнем с песни сегодня. Слава Иисусу Христу. Слава Господу. Песни любви. Песни любви. Песни любви. Песни любви. Песни любви. Слава Богу. Песни любви. Утром этим песню эту вместе с Сергеем Бабкиным. Сергей Бабкин, знакомьтесь. Да, он в записи. Бывает, взлетаю, хочу сховатись в изграин. Все мы замираем, и очи твои кидают пелестки. Я все разумею, але недосажна мрія. Будешь жити, и після того я достанусь твоей руки. Дебе я, дебе я, дебе я, дебе я не був. Все про тебе наглядує. Мог позаду идеш, або дивишся на мене скрізь світ. Дебе я, дебе я, дебе я, дебе я, дебе я не був. Захоплено твоєю владою. За собою ведеш в маю, маю, любую чи світ. Сергей Бабкин и Сергей Журавлев сегодня исполняют песню эту, дебе я, дебе я не був. Дебе я. Распеваем Господу. Песня любви. Горуч, праворуч або ліворуч, в розмовах сторонніх людей я чую твої думки. Проте до нас тани, мусимо бути від почуттями. Йдем по одному колу, наче стремкі струнки. Дебе я, дебе я, дебе я, дебе я, дебе я не був. Все про тебе наглядує. Мог позаду идеш, або дивишся на мене скрізь світ. Дебе я, дебе я, дебе я, дебе я не був. Тоби твою владою. Ти собою ведеш, жмаю маючи світ. О, слава Богу. Добре утро, братья і сістры. В этой утренній молитве я решил начать с песни. Спеть вместе Господу и для вас. Вместе с Сергием Бабкиным. Потрясающе песня. Очень Богу благодарен я за Сергия Бабкина. Я очень Богу благодарен за эту чудесную песню. Слава Богу. И, знаете, сегодня утром... Да, я поставил будильник пораньше. Да, вот, на Питер-Тропа стоял будильник и... Если прерывается связь, получается, что-то... Вот. И, знаете, ну ничего, даже если связь прерывается, не беда, не расстраивайтесь. Есть камера, я включаю ее пораньше даже этой трансляции. Хотя бы там на пару минут и попозже заканчиваю. Тоже предисловие, послесловие такое еще даже, кстати, сейчас научился так делать еще. Тоже понравилась мне такая вот идея, такая творческая такая. Вот. Слава Богу. И, друзья, еще раз доброе утро всем. Доброе, доброе святое утро. Вот. И эта песня... Да, я был в гостях во Львове эти дни. Ну, в ту неделю-то, в прошлой там... И был в гостях у Кифы, епископ Кифа. Был в гостях там в церквях разных, конечно, проповедовал. Слава Богу. Ну, там, у баптистов проповедовал. Слава Богу. Вот. У писятников, у харизматов. Там, я не знаю. Значит, в разных церквях очень даже. Да, сейчас посмотрю. Да. Вот. И когда мы с Кифой общались... Сейчас сразу я, как раз, ищу еще. Да. Слава Богу. Прекрасные стихи. Я сейчас прочту. Ну, попозже еще прочту. А сейчас вот вспоминаю, знаете, вот, когда мы с Кифой общались, то, значит, вот он... Я как-то особенно не слежу за эстрандой, как бы, ну, вообще за выступлениями там на сцене людей. Как-то больше с церковными, как бы так вот, в церковных кругах общаюсь. Ну, вот. И слава Богу, вот, мне Кифа подсказал, что вот, вот, есть, ну, есть такой известный в Украине уже автор, исполнитель, песен, музыкант, да, певец Сергий Бабкин. Вот. Он с Харькова, по-моему. Насок я вот... Ну, да, по-моему, с Харькова. А так он по всей Украине ездит, вот, с концертами. Ну, я, как бы, слышал, Сергий Бабкин там рекламу видел где-то там в Киеве, тоже там висела афиша Сергия Бабкина. Ну, как бы, я так особенно, как бы, ну, не вникал. Ну, тезка, ну, я всех артистов благоставляю, чтобы славили Господа. И вы знаете, интересно так вот, и мне как раз Киф и говорит, Киф рассказывает, что он послушал песню, то Игорь тоже обомлел прям. Надо же. Так это же песня прямо, вот, дэ бы я, песня, дэ бы я. У него есть прямо такая в лобовую песня такая, именно о Боге, прям конкретно. Она такая прямо аж, это настолько ошарашивающе, знаете ли, ну, искренне, своей искренностью такой, чистотой такой своей вообще. Я, не знаю, в христианстве таких песен, вот, ну, в церковном, в церковной ограде будем договорить таких песен я редко встречаю, честно говоря. Ну, может быть, у Алексея Ледяева вот такие есть до боли, искренне такие, до боли песни такие, знаете ли, вот, допустим, «Сын мой, я долго так ждал». Вот эта вот песня, там, ну, это прям настолько она аж, аж до боли искренне такая, вот такая, прям аж вот. Вот, в христианстве, вот, говорят, таких очень мало песен. Или, или вот эта тоже Ледяевская песня, Алексей Ледяев, кстати, потрясающая песня. Вот эта вот, ну, с мюзиклов отнесла, ладно, сейчас не об этом. Вот, а здесь артист, автор-исполнитель, да, Сергей Бабкин. Вот он поет, вот эта песня «Прыгит Бог», называется «Прыгит Бог». Посмотрите, кто не смотрел еще, я, как бы, так вот, когда первый раз послушал, вот это, да, со сцены, вот, по первому каналу, там, один плюс один, по-моему, или я не помню, по какому даже, там, первый раз смотрел-то я, показывает, вот. И он поет «Прыгит Бог», «Прыгит Бог». Потрясающая песня, конечно, вообще. Вот, по искренности своей, потрясающая. Вот, а вот эта песня, она здесь, вроде, как говорится о любви, вот, да, мужчины и женщины, женщины, мужчины, но здесь, вот, знаете, как в «Песне песней», здесь напрямую не говорится о Боге вообще, вот, но Бог там в каждой строчке вообще. Вот, он наполняет все своей владою, вот, своей, как она здесь пишет, да, значит, вообще потрясающе, да. «Все охоплено Твоею владою», «Все охоплено Твоею владою», «Все охоплено Твоею владою». Потрясающе, настолько прям аж, ну, дух замирает, прям вот в такой вот, в молитве просто. Это песня-молитва, песня, да, любви, песня любви, вот, и она потрясающая песня вообще. Вот, и как раз я вот эти дни Караскифы несколько раз послушал эту песню во Львове, и прям аж, ну, у меня сердце тоже замирало, прям вот в такое, ну, явление благодарности, прям, вот. И снова для себя по-новой я открывал книгу «Песни песней» из Библии. Вот, вот, уникальность, да, книги «Песни песней» в том, что в ней нет напрямую имени Всевышнего Бога. Вот, их две таких странных, таких таинственных книги в Библии, в которых нет имени Всевышнего Бога вообще. Это, конечно, ну, удивительно, более чем удивительно для Библии, знаете ли. Вот, ну, однако же, вот эти две книги, они вот такие самые таинственные, вот, и по своему посланию. Вот, первая из этих книг, это, вот, мы на днях, в эти дни ее перечитывали несколько раз даже, вместе перечитывали. Я вот в эфире перечитывал эти, это, Магеллад Эстер по-русски. Книга Исфири, книга Исфири, или Свиток Эстер. Вот, книга Исфири, да, в ней нет упоминаний имени Всевышнего, но я имею в виду в каноническом тексте. В более поздних вставках, там есть, вот, молитва там приводится, допустим, значит, там, да, там есть имя Всевышнего, там обращение к Богу есть, прямое такое упоминание. Ну, а в самом каноническом тексте нет такого, удивительно, конечно, вот, но в этом таинственность есть определенная, что Бог, он, я вот говорил, да, на Пурим как раз, и перед Пуримной, не перед Пуримной семинарой, и вот на Пурим, сам я рассказывал тоже, что в этом есть какое-то особенное послание Всевышнего Бога, что он, как бы, порой остается, как бы, за кулисами, за кадром, как вот режиссер, постановщик, да, режиссер, сценарист, он, он может даже в этой картинке даже не показаться, вот, вот было, да, вот трансляции как раз, вручение Оскаров, вручали опять Оскары режиссерам, там, операторам, за операторскую работу, за режиссуру, за сценарий, вручали Оскары, вот, и думаю, надо же, да, вот, ну, отличают, как бы, самых таких вот, выдающихся, да, вот, как бы, мастеров своего дела, ремесла своего, вот, и я как раз посмотрел, ну, не все, а так вот, вскользь тоже, потому что времени мало было, вот, но посмотрел вручение Оскаров, и, конечно, да, вот гениальность режиссера, да, наверное, вот сценариста самого этого, он же в кадре не показывается, там, да, режиссер, да, но, вот, вот, и в игре актеров, и, значит, во всем, в работе оператора, во всем его душа, как бы, во всем его замысел, вот, все охоплено его владой, вот, действительно, вот, и в игре актера во всем, вот, и, вот, книга по этому Исфири, книга Исфирь, да, в этом уникально, что имя Всевышнего там не указано, вот, но, значит, во всем там Бог, во всем там Всевышний проявляет свою владу, свое владычество, свое, это, вот, свою мощь, свою мудрость, свою любовь, и, вот, вторая книга, с чего я начал, собственно, сегодня эту утреннюю молитву, Кто подключился, уже, вот, я, значит, напомню, ну, в записи все это потом будет выставлено, вот, я сегодня начал с песни, эту утреннюю молитву, с песни, да, доброго ранку всем молящимся перед лицем, Господнем, слава Богу Всевышнему, аминь, аминь, слава Богу, витаю, брата Вот, сегодня мы спевали песню вместе с Сергеем Бабкиным, в записи включил Сергей Бабкина, «Дебе я», песня, вот, «Дебе я, дебе я, дебе я, дебе я не був, Все про тебе нагадует, мов позаду, и деш бы, або дивишься на меня скресит, дебе я, дебе я, дебе я, дебе я, дебе я не був, Все охоплено твоей владею, за собою ведешь в мальовуючи слит». Потрясающая песня, вот, я ее сравнил как раз с песней, это хорошая песня, прекрасная песня, но есть песня наивысшая, песня всех песней, и она есть в книге всех книг, песня всех песней, в книге всех книг, и в этой песне песней, которая в книге всех книг, есть стих всех стихов, да, вот, не в обиду Сергею Бабкину, он прекрасный автор, прекрасный исполнитель, я очень люблю его творчество, Особенно вот этот «Правит Бог», его, значит, это целая просто, как говорят, бомба вообще. Но здесь, в этой песне, вот «Дэ бы я», да, там нет напрямую Бога Всевышнего. Там вроде как раскрывается вот это таинство, да, любви мужчины и женщины, женщины и мужчины. Но как в книге «Песни песней» тоже я вот сравниваю. Почему? Потому что в книге «Песни песней» нет имени Всевышнего. То есть вообще вот то, что мы называем вот «Тетаграматоном», да, имею в виду вот «Йотхейвавхей» еврейские буквы эти, которые вместе прочитываются обычно как «Яхва» или «Ягова». «Ягова» обычно чаще всего в русской Библии синодальной «Ягова» указана. Вот. И так вот нет имени Всевышнего вообще. Но от этого эта книга, она становится такой очень таинственной. Я имею в виду книгу «Песни песней». В книге «Всех книг» есть песня «Всех песней». И она вот здесь передо мной сейчас. И я прочитаю стих всех стихов. Еще перед пришествием Иисуса Христа, перед тем, как Христос пришел в этот мир до нашей эры. Знаете ли, то, значит, мудрецов еврейских спрашивали разных школ, тогдашних библейских школ, будем так говорить, школы иудаизма, известные школы, допустим, тех времен, школа Гилеля и школа Шамая. Школа Гилеля и школа Шамая. Но традиционный иудаизм, он больше вырос на школе Игилеля. Но вообще это считается основополагающей школой для современного иудаизма. А школа Шамая, она больше предана забвению, как бы, они ее редко вспоминают, потому что она очень, ну, можно сказать, предтечию в иудаизме, в библейском, является предтечию христианства как такового вообще. То есть там очень много мессианства, очень много христианства, очень много того, что потом, я думаю, очень сильно благословила церковь. И даже сама идея духовного перерождения, рождения свыше, о котором Иисус говорил, помните, Никодиму, он сказал, он не сказал ведь ему, что вот, вот, слушай, Никодим, я сейчас тебе расскажу то, что ты вот даже ни разу в жизни не слышал вообще, ты держись за стул, а то сейчас упадешь вообще. Нет, он сказал, ты учитель Израиля, и разве ты об этом не слышал? Об этом все говорят. В то время все говорили. Как раз перед пришествием Христа об этом ты, разве что лениво об этом не говорил. Все говорили об этом, все мудрецы говорили, все учители об этом говорили. Потому что в школе Шамая эту тему подняли очень довольно остро. О необходимости духовного перерождения. Быть подлинно иудеем, в котором нет лукавства. Это, конечно, было потрясающе. И в школе Шамая говорили о необходимости личной встречи с Господом, о личном перерождении, духовном перерождении. Что мало того, что ты обрезан, кошерен, это хорошо, молодец. Исполняешь заповеди, молодец. Но если хочешь быть действительно сыном Авраама, не просто называя себя по обрезанию или как еще по обрядам, по рождению, по крови, а по духу, то нужно духовно переродиться. Конечно, это смущало многих иудеев, особенно в школе Гилеля, где больше опирались на формальную часть, именно на религиозную, внешнюю обрядовую часть. Но так вот, но самое удивительное не в этом даже. Самое удивительное, господа, братья и сестры, в том, что и та, и другая школа, которые спорили между собой надо и не надо, они спорили по любому поводу и без повода. Но самое удивительное, когда им вопрос задали, господа, дайте нам стих всех стихов, найдите, дайте нам из Библии тот стих, который стал бы, как мы говорим, золотым стихом. Сейчас мы говорим золотым стихом или как бы стихом-ключом ко всей Библии, ко всем еврейским писаниям, ключом к Торе, к пророкам, ко всем еврейским писаниям. И самое удивительное, и та, и другая школы нашли стих, этот стих всех стихов в песне всех песней, которые в книге всех книг. Удивительно, да? В русском тексте это звучит так. Это песня песней, читаю, шестая глава, третий стих. Вот, это название, потрясающее название. Вот, сейчас работаю над книгой, которая как раз вот в заголовке будет именно вот этот стих. Синодальные переводчики перевели так. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Вот эта часть именно, вот эта часть. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Буквально, они, то есть я, да, они, ледоди, ведоди ли. И буквально, можно сказать так, что я в моем возлюбленном. Я всецело ему принадлежу, я без остатка ему принадлежу, я в нем. А он во мне всецело, и он мне всецело принадлежит. Потрясающие стихи эти, они, ледоди, ведоди ли. И мудрецы, и той, и другой школы, разных школ иудаизма тогдашнего, перед пришествием Христа, сказали, что это наша еврейская мечта. Этот стих всех стихов, он открывает всю Тору, всех пророков, все Писание. Потрясающе. И вот сегодня я вот начал с этой песни. Я читал как раз книгу из книги «Песни песней». Вот, а сейчас споем вместе с Сергием Бабкиным. «Дебо я», «Дебо я». Потрясающие песни. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Серце вылетит в камень, легче лонах пахи. Где бы я, где бы я, где бы я, где бы я не был, Все про тебя напоминаю, Мокло за двою дышь, або дивишься на министре свят. Где бы я, где бы я, где бы я, где бы я не был, Все охотно твоей владой, За собой ведешь в мальовый числит. Аллилуйя, слава тебе, Господь, слава тебе, Святой. Все охотно твоей владой, аллилуйя. Буваю, взлетаю, хочу сховатись від жалю, Все в мій змираю, холючок твої, кидаю пилюстки. Я все розумію, але недосажна млія Будешь жити і після того, як достанусь твоєї руки. Где бы я, где бы я, где бы я, где бы я не был, Все про тебя напоминаю, Мокло за двою дышь, або дивишься на министре свят. Где бы я, где бы я, где бы я, где бы я не был, Все охотно твоей владой, За собой ведешь в мальовый числит. Все охотно твоей владой, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Песня. Ти завжди зі мною поруч, праворуч або ліворуч, В розмову сторонних людей я чую твої думки. Проте, до нас тями, Мусимо бачить тебе пачуцами, Йдем по одному колу, Наче стромки-стромки. Где бы я, где бы я, где бы я, где бы я не был, Все про тебя напоминаю, Мокло за двою дышь, або дивишься на министре свят. Где бы я, где бы я, где бы я, где бы я не был, Все охотно твоей владой, За собой ведешь в мальовый числит. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, я, наверное, может громковато включил. Еще люди спят, еще, ну. Вот. Это потрясающая песня, вот она сегодня с утра Вот меня так вот разбудила и возбудила Вот в такой молитве к Господу. Вот, я очень Богу благодарен за Сергия Бабкина. Дай Бог ему здоровья и творческие вдохновения. Дальше. Вот, и пусть вся творческая интеллигенция Действительно проставляет Бога И являет откровение Даже в таких песнях, где напрямую о Боге вообще не сказано Говорится о любви мужчины и женщины, женщины и мужчины Как вот в книге песни песней Гениальность в том, что не называя имени Всевышнего Вот, является Он сам Вот одно из толкований, как разаповеди Не называть имя Господа Бога в суе В суе, это значит не в духе Значит не в истине, это значит не в силе его И действительно лучше все-таки блажение Даже не называя его, его являть в деяниях Вот, и слава Богу, что деяния апостолов Они так называются, деяния апостолов Они вещания апостолов Они проповеди апостолов Они там распространение христианства апостолами Нет, нет, слава Богу, деяния Вот, идея, это деяния святаго духа Деяния действительно великие Слава Богу Вот, слава Богу за апостольские проповеди, конечно Но часто Бог и в деяниях апостольских и ныне Является не благодаря этим проповедям А порой вопреки этим проповедям Как помните, да? Петр пришел, апостол, да? Пришел, и с чего он начал язычникам благовествовать? Не с Евангелия, не с Христа А с чего? Вот, так, а так, мол, началось с этих извинений Что вот, значит, понимаете ли Вот, религиозных своих суеверий Еврейских таких, чисто таких, забубонов таких Что, понимаете ли, туда-сюда Мы, евреи, нам нельзя общаться там С вами язычниками Слава Богу, что Духа Святого Это не остановило Он сошел Да, значит, потом, конечно, Петр сказал, конечно, правду Но, знаете ли Вступление, считай, было не очень удачное Вот Но, слава Богу, на смиренное сердца Бог сошел Дух Святой сошел Слава Богу Да, и сегодня этим добрым утром благословляю всех вас Во имя Господня, во имя Иисуса Христа Сегодня этим утром благословляю Иерусалим Благословляю Израиль Молюсь о еврейском государстве Молюсь о столице еврейского государства О городе Иерусалиме О древней столице Иерусалиме Вот Молюсь сегодня за Киев Чтоб здесь на берегах Днепра Луна лописня Луна лописня Иисусу слава Иисусу слава Чтоб действительно воспалялось имя Господне здесь Непрестанно Непрестанно Слава Богу Вот И благословляю нашу киевскую архиепископию Вот Отец Алексей Если подключился Тоже в моей ките Вот Я включал телефон Там были смс Вот Но от отца Алексея не было сообщения Вот И значит Пишут иногда нужды люди На мобильный номер Вот Молитвенные нужды Слава Богу Да, друзья Дамы и господа Братья и сестры Спасибо Господь за все Боже Благостави нас Благостави этим утром Боже Благостави Господь И действительно все охоплено Твоей владою Действительно Господь Боже Мы Видим везде Тебя Боже Твою владу Твое владычество Это Господь Боже Твое царство Оно пребывает во век Слава Тебе Господь Боже Всемогущий Аминь И сегодня Кто Причастники Причастницы Давайте вместе причастимся Сейчас Налейте себе Немного соку Возьмите хлеба Или даже просто воды Даже С левом Но Самое главное Давайте мы С верой в Господа нашего Иисуса Христа Совершим это таинство Начнем этот день Вот С Крови Христа Размышления о крови Божественной Христа Иисуса Вот И Потому что Чем мы искуплены Только кровь Иисуса Христа С этого Надо и начинать Любую пробовать И заканчивать Действительно Потому что Только через кровь Христа Только через кровь Иисуса Христа Я не знаю ничего Кроме Иисуса Христа Распятого Господа моего Спасителя Слава Богу Всемогущему Он распят Он воскрес Он вновь грядущий Бог мой Слава Тебе Господь Благословен Ты Царь наш Благодарю Бога Всемогущего За тело и кровь Святые Его И за то Что действительно Все Охопленд Его влады Его владычеством Все охвачено Можно сказать Его владычеством Спасибо Господь Благодарю Тебя Боже Всемогущий Отец Небесный За Твою любовь Ты отдал Сына Своего За нас Иисуса Христа Праведника За нас Чтобы никто Не погиб Но чтобы имели Жизнь вечную Спасибо Тебе Господь За жизнь вечную За дар Вечной жизни Во Христе Иисусе Господе нашим За спасение За полноту спасения За исцеление Духа, души и тела Возрождение Перерождение Спасение И освящение Слава Тебе Господь Подлинно Твоя Кровь есть питье наше И Твое тело Есть наша пища Боже Кто не ест Не пьет Не размышляет О теле Христа И крови Христа Не имеет части В нем Не имеет части Не имеет Будущности Надежды Боже Но мы имеем Будущность И надежду Потому что мы В размышлениях О тех непрестанных Постоянных В этом таинстве Вся наша жизнь Христианская Она превращается В это святое таинство В эту Евхаристию В это хлебопреломление Боже Тело и крови Твоих Слава Тебе Господь Благословен Ты Бог наш Благословен Царь наш Благослови Господь Хлеб сей Честным телом Христа Твоего А то что в чаши сей Честной кровью Христа Твоего Приложив Духом Твоим Святым Аминь 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 Тело Христово Примите Источника Бессмертного Вкусите Аллилуйя 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 Благословень Спасибо тебе, Господь Слава тебе, Боже Слава тебе, Боже Всемогущий Бог наш Ты из праха создал нас Боже Всемогущий Ты вдохнул свою жизнь Дыхание жизни в нас Твое дыхание Твоей жизни Славлю тебя, мой Бог и Царь Славлю тебя, Великий Государь Славлю тебя, восхваляю имя Твое Боже наш Слава тебе Слава тебе и хвала Благодарю тебя, Господь, за кровь Иисуса За то, что не золотом или серебром Или чем-то другим мы искуплены От греха, от проклятия, от беззакония, от болезни, нищеты А кровью Иисуса Христа Чистого твоего и непорочного твоего агнца Боже, спасибо тебе, Господь, за все Слава тебе И действительно все охоплено Твоей владою Мей Бог Слава тебе Слава Слава тебе, Боже наш Слава тебе Благословен Бог наш Благословен Господь Отец наш Святой Иегова Бог Авраама Исаака Якова Бог патриархов Пророков Дамы и господа Братья и сестры И вновь прочту Из Божьего Слова Но чуть побольше текста Прочту я Вот И эти слова Из книги Песни-песней Вот Которые Созвучны Вот С той песней Сергия Бабкина Дэ бы я Вот Эта песня Сергия Бабкина Сегодня мне утром Вот на телефоне Ну, звонок я поставил Там Напомнило мне Как раз На 5 утра Значит И она напомнила мне Как раз Песню-песней Потрясающе Куда пошел Возлюбленный твой 6 глава Песни-песней Куда пошел Возлюбленный твой Прекраснейший Женщин Куда обратился Возлюбленный твой Мы поищем его с тобой Мой возлюбленный Пошел в сад свой В цветники Ароматные Чтобы пасти в садах И собирать лилии Я принадлежу Возлюбленному моему А возлюбленный Мой мне Он пасет Между лилиями И потом он говорит Уже Это как песня Песня-песни Она поет Он поет Она поет Голубица чистая Он поет Время пения Настала Голубица чистая Вот он идет Господь грядет Мой возлюбленный идет Вот он идет Бог мой грядет Мой возлюбленный идет Мой возлюбленный Прекрасен Краше тысячи других Вид его подобен Вид его подобен Кедру На подножьях золотых Вот он идет Господь грядет Мой возлюбленный идет Вот он идет Бог мой грядет Мой возлюбленный идет Прекрасно ты возлюбленный Моя Песня-песней 6-4 Прекрасно ты возлюбленная Моя Как фирца Любезная как Иерусалим Грозна как полки Со знаменами Уклони очи твои от меня Потому что они волнуют Меня Спасибо Господь Спасибо Благоставляю всех вас Дорогие друзья Во имя Господне Благоставляю Сегодня вечером Подключайтесь Дамы и господа Братья и сестры На продолжение семинара Предпасхального семинара В 6 часов вечера По киевскому времени Да благоставит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилуй тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь И ни в ком другом нет спасения Ибо нет другого имени под небом Данного нам Людям Которым надлежало бы нам спастись Слава нашему Господу Искупителю Роду человеческого Слава Богу Слава Иисусу Христу На веки Слава Богу Святому Аминь Благословляю всех вас Дорогие друзья С миром Божьим В 18.00 Встретимся В эфире На предпасхальном семинаре Да и напоминаю Что вот Тоже Ну Любите Господа Любите друг друга Слава Богу Шалом Мир всем Благословляю вас Шалом Мир Мир всем Божий Слава Богу Вот И эта трансляция Потом подключался Вот Сохраняется сейчас А может Солнце поднимается Слава Богу День прибавляется Солнце поднимается Весна Наступает В права свои входят Слава Богу Вот И пусть В наших судьбах Вот эта Вечная весна Господня Божья Вот это обновление Радость Мир Пребывает Слава Богу Спасибо Господи Спасибо Боже За эту утреннюю молитву За этот час утренний Благослови моих братьев Сестер Во имя Иисуса Христа Спасибо Все Аминь Так что Благословляю всех вас Во имя Господне Как хорошо и приятно С Богом собраться вместе Как хорошо и приятно Братьям собраться вместе Как хорошо Всем нам собраться вместе Как хорошо Как хорошо С Богом собрались в Боге Собраться вместе Как хорошо Как хорошо Очень хорошо Как хорошо Как хорошо Как хорошо Как хорошо Субтитры создавал DimaTorzok